Это новости на государственном телеканале Западной Армении. Здравствуйте в этом выпуске. Во французском городе Драгинян состоялась та седьмая поминальная церемония памяти жертв геноцида армян. Делегация Республики Западная Армения посетила мемориал геноцида армян. Отрицание – зеленый свет для Турции и Азербайджана Герам Степанян. 28 апреля граждане Республики Западная Армения почтят память жертв геноцида. Заявление президента Джо Байдена по случаю 24 апреля. Зверства во время войны совершали азербайджанские серые волки Арман Татоян. Армяне Дирсима почтили память жертв геноцида. Сегодня день рождения Генри Моргентау. 22 апреля 2022 года перед памятником на аллее Азамара под эгидой мэра Драгинян Ричарда Страмбио прошла церемония в память о жертвах геноцида армян с 1894 по 1923 года против армянского народа в Западной Армении. В церемонии приняли участие Кристин Промасели, первый заместитель мэра Драгиана, Кристин Николети, заместитель председателя Варского областного совета, военные, а также представители союза армян Драгиняна и патриотических союзов, председатель Национального совета Западной Армении Арменак Абрамян, заместитель министра обороны Западной Армении господин Сурен Шаумян, господин Жан Казаросян, президент Ассоциации французских ветеранов и борцов сопротивления. Помним и требуем. 24 апреля делегация Западной Армении во главе с премьер-министром Сэдой Меликян и председателем Национального собрания Нелли Арутюнян посетила мемориал геноцида армян. В состав делегации вошли депутаты, граждане, дети Западной Армении из разных уголков мира. Делегация к мемориалу возложила венок. Защитник прав человека Республики Арцах Герам Степанян направил послание по случаю 107-й церемонии памяти жертв геноцида армян. Геноцид армян не является преступлением против человечества, совершенным в одном эпизоде. Это цель турецко-азербайджанского тандема, которая выражалась в Западной Армении в конце 19-го и начале 20-х веков в различных населенных пунктах советского Азербайджана и в Арцахе осенью 2020 года. Отрицание робость стран и равнодушие, обусловленное политическими и экономическими интересами, зеленый свет для Турции и Азербайджана. И для армян признание осуждения геноцида спустя более века остается доказательством постоянного стремления к восстановлению справедливости, которое не подлежит уступкам. Ежегодная церемония поминования жертв геноцида армян, организованная правительством Западной Армении, состоится 28 апреля 2022 года в 12.00 на территории Тетернакобердского мемориального музея и института. Вход свободный. Приглашаем всех желающих принять участие в мероприятии. Ждем вас, дорогие соотечественники. 24 апреля президент США Джо Байден выступил с посланием по случаю 107-й годовщины геноцида армян. 24 апреля 1915 года османские власти арестовали в Константинопле армянскую интеллигенцию и общественных деятелей. Так начался геноцид армян – один из самых страшных массовых убийств 20 века. Сегодня мы вспоминаем полтора миллиона армян, которые были перемещены, убиты и шли на смерть во время истребления. Мы скорбим о трагической гибели стольких жизней. Сообщение бывшего омбудсмена Республики Армения Армана Татуяна. Приветствие министра иностранных дел Турции армянам мирно протестующим в Уругвайе с циничным знаком серых волков доказывает политику геноцида Турции. В Азербайджане также действует неофашистская организация «Серые волки». Именно они изверствовали во время апрельской войны 2016 года и во время 44-дневной войны в 2020 году. Очевидно, что для турецких властей пропаганда мира с Арменией является завесой, предназначенной для внешнего мира. На самом деле, политика геноцида по отношению армян не уменьшилась, их настоящие намерения совершенно другие. В разных городах прошли поминальные церемонии с участием дерсимских армян по случаю 107-й годовщины геноцида армян. Члены платформы Айдерсим в городе Дерсим Западной Армении возложили цветы в память о погибших. В столице Армении, в Ириване, члены платформы вместе с делегацией правительства Западной Армении посетили мемориал геноцида в рамках программы поминования. Было совершено зажжение свечей и поминальный ритуал. По мнению членов Союза, Турция должна столкнуться с совершенным против армян геноцидом, от которого не должно пострадать братство народов. Генри Моргентау родился 26 апреля 1856 года в Германии. Моргентау, как посол в Османской империи, назначенный президентом США Вудро Вильсона в 1913 году, страдал от сообщений массовых убийств в империи. В 1915 году Моргентау еще скептически относился к увиденному и услышанному. Он неоднократно призывал правительство США вмешаться, чтобы остановить истребление армян. В 1915 году он направил государственный департамент петицию с просьбой о выделении средств для помощи армянам, предупреждая, что Турция на самом деле стремится истребить армян. Потрясенный равнодушием к происходящему, Моргентау в 1916 году ушел с поста, а через два года опубликовал документы «История посла Моргентау», в котором открылась вся правда о массовых убийствах и депортациях. Далее для вас армянская народная песня. Далее для вас армянская народная песня. Полная версия доступна на официальном ютуб-канале Западной Армении. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь с мира. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok